Мой название Числинг Тройт Числинг Тройт Числинг Тройт Всем привет, это Прейдбаодобрил в эфире У микрофона Дмитрий Пелен и Денис Акатов Денис, привет! Привет, второй выпуск у нас уже Отлично, я тебя представлю Значит, в Нижневартовске сейчас находится Акатов Денис Психолог, телесно-ориентированный трансперсональный психотерапевт Ведущий психологических тренингов и групп Который аж с 2015 года, с ноября, работает с душами людей И телами И телами, да Меня зовут Дмитрий Пелен, я ведущий подкаста И я сегодня, кстати, выбрал для себя Я недавно прочитал такое очень интересное определение Кем я сегодня буду Я сегодня буду пациентом-экспертом Вау, прикольно Да, то есть я Человек, который уже два года находится в терапии Даже больше двух лет И недавно сменил четвертого психотерапевта Ну, то есть у меня появился четвертый психотерапевт За это время Мне есть чем поделиться И есть о чем сегодня нам поговорить Потому что тема нашего выпуска сегодняшнего Это как найти своего психотерапевта Ну, психолога в скобочках Вот Поговорим об этом Давай Давай, давай, давай Давай начнем Ты вообще Скажи мне, пожалуйста Как я могу понять Что мне пора к психологу-психотерапевту Вот давай начнем с этого Так Ну, для начала я бы хотел сказать Так, о важности, да Тема Почему мы решили эту тему взять Сегодня В продолжение Предыдущего каста О том, что в настоящий момент Психотерапия Психологическая помощь И всевозможные помогающие практики Они Такой бум идет Это очень востребовано Людям нужна помощь И вот так вот с кондачка Когда ты в этом Не очень разбираешься Только-только с этим соприкасаешься Очень сложно понять Что выбрать Кому обратиться Критерии качества Эффективности работы Ну, и вообще в целом К какому специалисту пойти Да С той или иной болью Вот Поэтому в сегодняшнем касте Мы как раз вот об этом и поговорим Отлично Ты прямо как надо Все структурировал Хорошо Ну, так давайте вернемся К моему вопросу Вот Есть я Да Есть кто-то Кто нас слушает И как этому человеку понять Что все-таки В его жизни Вот тот Трэш Который наступил Да И который он сейчас проживает Что в одиночку Ему не вывезти И не вывезти И пора уже бы Наверное отправиться К специалисту Или все-таки Где вот эта грань Между тем Что Я ок И я сильный И я сам смогу И где-то Ну, где вторая часть Этой вот грани Да, когда уже не ок И не этот Если вот Потому что Опять-таки, да Вот по своему личному опыту Я могу сказать так Когда со мной Случились события Всякие Я очень долго Не понимал Что По-хорошему Вот отматывая сейчас Назад время Я говорю Я такой Сижу и думаю Что Вот если бы я раньше Обратился То я бы, наверное Сейчас был бы уже Ну, лучше Мне бы гораздо было Конечно, есть определенная Положительная динамика В работе, да Но я понимаю Что если бы я раньше Обратился То я бы уже бы Ну, как бы Думаю, что был бы Нормальным парнем А не тем Который я сейчас Я тебе скажу так Ты нормальный парень Спасибо Я нормальный Да, нормальный пацан Но у нас в культуре Вот это, собственно То, как ты ставишь вопрос Да, то есть Когда понять Что стоит обратиться за помощью Или уже пора Или я еще могу сам Это вот такая чисто Наша культуральная штука Что Люди Ну, и боятся И стыдятся Обращаться за помощью То есть ждут Вот прям Когда уже совсем прижмет И это касается же Не только Там Психологии Психотерапии Психиатрии Но в целом Каких-то таких Вопросов Обращения за помощью Вот, ну, например Близкая сфера Это Врачебная помощь Да, то есть Используются Всевозможные там Бабушкины средства Народные рецепты Тянут, тянут Типа все окей Все окей А потом Херакс Вакс Рак четвертой стадии Да, вот Добрый вечер Поэтому Я бы сказал так Если вам вдруг Кажется, что Что-то не так Да, вот Прям малейшие Какие-то такие Сомнения Подозрения Или Ну, если близкие Уже говорят То это Скорее всего Стадия такая Запущенная Когда окружающие Уже начинают Замечать Что-то не то В общем, при Малейших Сомнениях Подозрениях Стоит обратиться К специалисту Какому Там Это Далее мы скажем Вот В общем, если вам плохо И кажется, что Нужна помощь Не тяните Не рассчитывайте Что вы справитесь Самостоятельно Обращайтесь За помощью К специалисту К психологу Например И вам он Там уже Сориентирует Может быть Действительно Все не так уж Плохо И можно обойтись Какими-то Витаминками Условно Психологическими А может быть Уже и нет Витаминками Не обойдешься Это один случай Ну, обычно Обращаются Да, то есть Люди тянут До последнего Вот исходя Из опыта Из практики Когда уже Совсем-совсем Прижало Тогда идут Особенно мужчины Мужчины Это вообще То есть Я понимаю Если пришел мужчина Все это просто Там уже Клиника Прям конкретная Это слушай Я тут Ты сейчас рассказываешь А я вот вспомнил Буквально на неделе Слышал такую Формулировку Как раз по поводу мужчин И там Человек сказал Мужчины Как бы у мужчин Есть два состояния Первое Это фигня И типа С этим обращаться Смысла нету А второе состояние Ну, это как бы Пиздец Мы же иногда ругаемся Матом Поэтому Да И когда уже Ничего сделать нельзя И я думаю Что все-таки Я, например Когда обратился Мне уже прям Ну, я понял Что что-то здесь не так И сам я точно Не вывожу И причем Я обратился Спустя Условно Ну, не знаю Года четыре После Травматических событий Которые Запустили Всю эту историю То есть я четыре года Активно пытался Бороться Самостоятельно То есть там Какими-то Как ты говоришь Народными Методами Вот И то есть Ну, в итоге Я как бы Оказался там Где оказался Да Смотри Вопрос у меня Такой к тебе был А можем ли мы Вот коротко Озвучить Некоторую разницу Между Тем Тремя людьми Да Психолог Психиатр И психотерапевт Потому что Об этом мы как бы Подробно говорили В прошлом касте Но возможно Кто-то нас не слушал В первом Да Хотя это стоит сделать Но тем не менее Вот Чтобы люди понимали Куда они могли бы Обратиться То есть К психиатру С чем он работает Психолог С чем работает Психотерапевт Вот Напомни Да Хорошо Я Отвечу на этот вопрос Просто вот Предыдущая тема Еще Немножко Не договорил Я Мысли Да Мысли закончу Вот Я сказал Что если кажется Что нужна помощь То стоит обращаться И какие еще В каких случаях Стоит обращаться Редко Но такое бывает И это Я люблю таких клиентов Когда Просто человеку интересно Да Вот исследовать себя Какой-то вот такой Интерес к себе Изучение себя Вот В таких случаях Тоже Бывают Люди приходят Если вам кажется Что у вас все классно Все хорошо Но Как будто Есть такое ощущение Что может быть Еще лучше Тоже можно обратиться Вот Ну и Ключевой момент Что Должна быть Возможность для этого В том числе Финансовая Увы Она не всегда У нас есть У Граждан Российской Федерации Вот Это когда стоит Когда не стоит Тоже очень важно Понимать Не стоит Обращаться Через Не хочу Не готов Не могу Не надо Вот в таких Состояниях То есть Если есть прям Какое-то сильное Внутреннее сопротивление Вы пока еще Не готовы Принять эту помощь То Пожалуй Идти не стоит Потому что Смысла в этом Большого не будет Вы Обесцените все равно Все Всю ту работу Что будет Проведена Вот Мысль закончил Теперь возвращаемся К твоему вопросу Про разницу В специалистах Кому С чем Стоит Обращаться Вот Помимо Психиатра Психолога И психотерапевта Я бы добавил Сейчас еще Такой У нас Появился Такие классы Как Коуч Ну это Известная Штука Вот Фасилитатор Человек И Самое абстрактное Это Практик Вот Значит Смотрите По умолчанию Если брать Вот Если вы не понимаете Вообще К кому идти Такая ситуация Наверное Стоит Обратиться К человеку Который называется Там Психолог Психотерапевт Там Разницу между ними Я озвучил Но В общем Что такое Более лайтовое Потому что К психиатру Люди Ну Боятся Пойти Там Вот этот Такой Шлейф Аура Карательной психиатрии У нас до сих пор Тянется Хотя Она уже Давно Много Сколько там Лет 30 Уже прошло С развала Советского Союза Вот Но у нас тут Реюнион Небольшой Намечается Тем не менее Но Надеюсь Не в полном масштабе Хотя бы без Психиатрии Карательной Обойдется Но Но прецеденты У нас тоже Кстати уже были Вспомнить Шамана Одного Вот Там Есть такие Штришки В эту сторону Вот В общем Вы обращайтесь К психологу Если он Посчитает Что вам Нужен психиатр Он Перенаправит вас Или На дообследование Какой-то Психиатру Отправит И я Прошу Прошу Чтобы вы Прислушивались К этим словам Не надо думать Что Вас хотят Залечить Упечь В психушку Там что-то страшное С вами сделать Если Опять же Из опыта Я об этом Говорю Часто люди Очень в штыки Негативно Воспринимают Эти слова Про Обращение К психиатру Что В ответ Я слышу Я нормальный Я не пойду К психиатру Можно я тебя перебью У меня сейчас Я тебя слушал Родилась какая мысль А смотри Не может ли быть такого Что человек Почему человек Как бы боится Вот я например Сейчас так сижу Немножко размышляю И понимаю Человек вообще-то Может бояться Обратиться К тому же психиатру За помощью Потому что Это повлечет Некоторые Проблемы В социуме То есть допустим Человек обратился Сказал у меня Вот Ну там Не знаю Какие-нибудь панические атаки Психиатр ему пишет Какую-то справку И например С этой справкой Он не может получить Не знаю Водительские права Например А это уже Влечет Какое-то осложнение Жизни В нашем социуме Вот И поэтому Как бы люди Могут бояться Нет Ну с панической атакой Такого точно не будет Это был пример Да Скажем так Те заболевания При которых Человек Будет Как-то ограничен В своих правах Да Там Понижен В правах Понижен Да Ношение оружия Вождение автомобиля Занятия определенных Там Должностей Обычно Руководящих Или это работа С детьми Это уже Как правило Такие тяжелые Психиатрические диагнозы Ну там Та же шизофрения Да На таких В тяжелых стадиях Ну Такие люди Они Как бы Никуда не денутся Скажем так Мимо психиатра Они Очень маловероятно Что пройдут То есть Такое поведение Не останется Социумом Незамеченным Вот Поэтому Это один момент Второй Что Большинство Каких-то То что называется Ну Болезни Психиатрические Ну даже Они не психиатрические Вот Само слово Такое В общем Назовем это Ментальные расстройства Да Как-то Помягче звучит В целом Ментальные Личностные расстройства В целом Эти люди Вполне Могут Функционировать Социуме Жить Творить Любить Да Бывают у них Там какие-то Периоды Ухудшения Но Опять же Это все снимается С помощью препаратов Под наблюдением И в целом Они понимают Что Вот Это только им на благо То есть Их жизнь Качество жизни Оно улучшается При помощи Ну При Лечении При обращении К психиатру Вот Никаких ограничений В правах У нас нет Поставить на учет Вас Никто не поставит Принудительно На работу Не сообщат То есть Ничего такого Не будет Вот Я говорю За исключением Тяжелых Тяжелых Стадий Тяжелых Болезней Но там Эти люди Так или иначе Добровольно Добровольно Принудительно Они окажутся Ну тогда Давай все-таки По поводу Тотой разницы Поговорим У нас есть там Шесть озвученных Специализаций Да Есть шесть Озвученных Специализаций По умолчанию Стоит Пойти К человеку К психологу Да То есть Это человек Получивший Психологическое Образование Высшее Психологическое И не имеющий Специализации В Дополнительной Подготовке Психотерапии Как правило Это Таких Ну там Учат Обучают Исследованию Да То есть Это такой Ученый Специалист Широкого Профиля Он Может Работать Не в долгую Не с Какими-то Глубинными Сложными Историями Как правило Это то что называется Психологическое Консультирование Это одна Две Там до три Встречи Консультирование Оно такое Скажем Ответы на вопросы Условно Какие-то могут быть Рекомендации Но это не Глубинная история Не сложная То есть Ну например Денис Давай смотри Я тебе вопрос задам Если у меня Профессиональное Выгорание На работе Я допустим Работаю Ну предположим Я работаю В продажах И я чувствую Что я Подустал Конкретно Вообще Не вывожу Психологически Мне к психологу Пойти Он поможет? Можно Обратиться К психологу Психолог Назовем так Это такой Условный Участковый терапевт Пускай будет так И психотерапевт Может быть Участковый терапевт Короче Эта точка входа Самая простая Для человека В плане Доступности И Такого Внутреннего доверия За этим Не стоит Большого количества Страхов Вот И Он направит Уже Надо ли Может быть К психиатру Психотерапевту Он Может быть Он Оценит Что глубина Не такая сильная Он даст Какие-то рекомендации Упражнения Техники И вы сможете Справиться Самостоятельно Возможно Он поймет Что вам надо Обратиться К врачу Там Неврологу Эндокринологу Да То есть Вот Я говорю Это такая точка входа Которая Либо на месте Поможет Либо вас Куда-то Перенаправит Если человек Понимает Что это уже Глубже Надо работать А если Вот допустим Ситуация Например С мамой Проблемы Часто бывает Такая Типа история У людей С матерью Отношения Не сложились Ты уже вроде как Взрослый А она считает Тебя еще Своим ребенком Да Это история Которая тянется Ну как бы Не первый год Это Как бы Сразу можно идти К психотерапевту На эту тему Разговаривать Или это все-таки Психологический Разговор Ну Если нужно Такие глубинные Изменения То да Это уже Психотерапия По-хорошему Обращаться К психотерапевту Видишь Еще момент Какой По поводу Отношений С другим Человеком Психотерапия Она же работает С тем На чем у человека Есть такой Потенциальный контроль В собственной жизни Она невозможна Ну как бы Если я прихожу Там Как клиент И говорю Вот Там Мой муж Например Или моя жена Они плохие Там Исправьте их Как бы Ну Тут Как бы Что Что сделать Там Лучи Там Добра Или наоборот Лучи уничтожающие Психотерапевт Пошлет Ну нет Конечно Тут Работа происходит С собой То есть С собой Со своими реакциями Да Да Окей А ты еще сказал По поводу Ну окей С психиатром Я тоже вроде понял Что это человек Который работает С такими как бы Серьезными расстройствами Психики Да Типа шизофрении Например Да Это человек С высшим медицинским образованием Работает Ну тяжесть Их можно По степени тяжести Да По степени тяжести Ранжировать Психолог Психотерапевт Психиатр Вот И он еще Психиатр Работает С помощью таблеточек Ну Фармпрепаратов Каких-то Я понял А Если ты затронул Тему таких вот Людей Странными Ну как странными Я-то понимаю В принципе О чем идет речь Но расскажи Для наших слушателей Коуч Фасилитатор И практик Вот эти люди Это кто? Так Ну Начну с Коуча Коуч Это Ну если вот буквально Брать Переводить с английского Да Это тренер Тренер То есть Это человек Который Обучает Каким-то Навыкам Тем или иным То есть Бизнес Коуч Это какие-то Штуки В бизнесе Переговоры Продажи Ну Неважно То есть Тематика Какая-то Выбирается Настройка Рекламы Например Какой-нибудь Там Таргет Коуч Я не знаю Есть такие Вообще Наверное Есть Вот И Они В какой-то момент То есть Начали Там Коуч По отношениям Трансформационный Коуч Коуч Личностного Роста И что-то Вот Все Все В такую Сторон То есть Это Они Начали Заходить На полянку С Психотерапией Ну Вот Такой Вот Работы Почему Это происходит Я Ну Не знаю Ну Так Вопрос Наверное Денежный Больше Да То есть Коуч Назваться Проще Чем То есть Получить Статус Коуч Опять же В зависимости Бывают Ну Такие Как Ассоциации Коуч Коуч Которые Довольно Довольно Серьезная Подготовка Требуется Вот Но Не везде И Опять же Как будто Бы доверие Больше Ну Не доверие А опасений Не доверие Больше Опасений Меньше Перед словом Коуч За За ним Не стоит Чего-то Такого страшного Карательного Психологического Вот Поэтому Если Вопрос Стоит Каких-то Навыковых Историй То Это Обращение Коучу Если Коуч По отношениям Например Он может Дать Какие-то Техники Что Сказать Как Познакомиться Коуч По знакомствам Например Коуч По знакомствам В интернете Они могут Какие-то Конкретные Прикладные Техники Давать И они Могут Работать В масте Своей Вряд ли Коуч Будет Работать Например С твоей Депрессией Ну Если Он Говорит Что Он Берется Работать У меня К нему Это Вопросики Вообще Возникают Как бы Алло Ты Куда Полез Ну На Каком Основании Вот Но Если Проблемы Например В отношении Более Глубинные Сложные То Все Эти Техники Они Уже Не Помогут Или Могут Даже Навредить Так Вроде С коучем Разобрались Фасилитатор Фасилитатор Это Такой Человек Честно Говорю Не помню Как переводится Но По-моему Как Управлятор Что ли Что такое Это Человек Который Управляет Групповыми Процессами Насколько Я помню В общем Да Но Это Больше Тоже Рулящий Он знает Какую-то Технику И он Эту Технику Выдает У меня Такое Их На самом Деле Очень Немного Фасилитаторов Потому Что Не знаю Почему Но Как-то У нас На Российском Рынке Так Сложилось Их Немного Я знаю Направление Есть С телом Связанное Как-то Как же Называется Вылетело Из головы Короче Что-то Про тело Есть Они Фасилитаторами Потом Выпускники Этого Этой Обучающей Программы Называются Так Практик Практик Это вообще Уже на грани Такой Эзотерики Как правило Там Магическое Мышление Практик Ну например Гвоздестояние Практик Дыхательных Техник Это такая Очень узкая Специализация Человек Который Овладел Какой-то Техникой Или Несколькими Техниками И собственно Он эти техники Передает Вот собственно Все То есть Они конечно Тоже Встают На ступеньку С психотерапией То есть Обещают Какие-то Личностные Изменения И эти Личностные Изменения Имеют Место Быть Но Они Не Как правило Не знакомы С такими Историями То есть Перенос Контрперенос Как с этим Работать Психологические Защиты Ну такая Базовая Психологическая Грамотность В этом плане Как правило Им не знакома Они просто Дают технику Объясняют Как ее делать Ты ее делаешь Ну помогло Хорошо Не помогло Ну Следующий Понятно То есть Получается Вот пила Пили А то что там Будет с тобой Внутри происходить Как бы Это Не факт Что пила Помогает Да Они Очень похожи В чем-то На Коучи Какая-то техника Но Если Коучи Они Навык дают Хороший Коуч Он чему-то Учит То практик Он просто Передает Технику В общем-то И все Хорошо Давай тогда Проведем Такую черту Под всем Что мы сказали Сейчас Правильно ли Я понял Что человек У которого Ну как бы Так Давай Душа болит Да Вот что-то Не в порядке Внутри Именно с Нервной системой Там возможно Как-то Какое-то Выгорание Какая-то Усталость Там не знаю Страхи Боли И так далее Вот все Что относится К духовному миру Прежде всего Наверное Точка входа Это визит К обычному психологу И разговор с ним Да Это будет Самая логичная Вообще История Которая может Случиться С человеком Который Чувствует Себя Не ок Да Окей Хорошо Давай знаешь Что обсудим Дальше Вот мы Поговорили о том По поводу Разницы Которая Есть Между Этими Специализациями Я могу Сказать Так Что По своему Личному Опыту Когда я Озадачился Вопросом А вообще К кому Пойти Я столкнулся С тем Что Как я уже В прошлом Касте Говорил Это было Похоже На Поиск Иголки Стогу Сена Потому что Найти своего Специалиста Ну их действительно Много Я захожу На какой-нибудь Там Б17 Сайт Ну пускай Это там Будет Какой-то рекламой Вот Но Я смотрю Список И там Куча Практик Куча Людей И все В разных Подходах У всех Разная Стоимость Ты не Понимаешь То есть Для тебя Это абсолютно Нулевая Тема Ты Вот Только Входишь Во всю Историю Ты не Понимаешь На каких Критериях Вообще Должен Строиться Выбор И давай Тогда Уже Поговорим О том Какие Критерии Отбора Вообще Существуют Во всем Многообразии То есть На что Обращать Внимание Какие-то Основные Пункты Я понимаю Что есть Десятки Статей Написаны В интернете Об этом Тоже Можно Читать Но Мне кажется Зачастую Они еще Больше Запутывают Эти Стадии А я Все-таки Хотел Для наших Слушателей Для тех Всех Кто У нас Сейчас Прямо Сейчас Слушает Вам Привет Рассказать Какие Простые Понятные Есть Критерии На которые Можно Смотреть И понимать Да Мы сейчас О них Поговорим Про Фильтры Такие Отбора Но Я хочу Сказать Что Понять Как Работает Тот Или Специалист Можно Только Через Работу С ним То есть Через Что называется Ножками Это все Дойти И получить Личный Опыт Эти Фильтры Их Задача Это Они Снизят Вероятность Так Скажем Идти Туда Не знаю Куда Стоптать Там Кучу Этих Железных Сапог То есть Объем работы Уменьшается Но Работу Проделать Придется Вот Это Такой Дисклеймер На входе Значит На что Стоит Обратить Внимание Прежде Всего В Такой Пункт Номер Ноль Я бы Поставил Стоимость Фильтр Почему Именно Стоимость Психотерапия Не должна Быть Обременительно Для вас Финансово Материально Не надо По сусекам Скрести Набирать Например Стоимость Приема У Специалиста 20 тысяч Рублей И ты думаешь Это вообще Гуру Классный Он действительно Может быть Таковым Являться Как бы Но Вы Придете Один раз Вы Поймете Например Что Вам С ним Окей По пути Он Классный Но Дальше Это что Вы Сможете Раз В неделю 20 тысяч Отстегивать Я думаю Для большинства Наших Сограждан Это Маловероятно Вот Поэтому Повторюсь Психотерапия Не должна Быть Обременительно И Рассчитывайте На Ваш кошелек То есть Где-то Ну От 10 До 30 Процентов Вашего Ежемесячного Дохода Но если мы Говорим про Работу В долгую Раз в неделю Проходят Встречи Четыре встречи То есть Это где-то От 10 До 30 Процентов Вашего Ежемесячного Дохода Почему Такая Вилка Потому что У кого-то Скажем так Доход Больше И 10 Процентов Для него Это будет Фигня И тогда Ну Начнется Такой момент Еще Обесценивание То есть Вот Вот эта Тонкая Грань Чтобы Было Так Прям Ну Жалко Денежку Отдать Но не так Чтобы Прям Потом Последний Батон Без соли Доедать Я могу Кстати От себя Тоже Прокомментировать Еще этот Момент По моему Опыту Терапия Явилась Достаточно Она продолжается Это длительный процесс И ты правильно Заметил Что если ты Целишься Куда-то На какого-то Очень дорогого Товарища Который Ты думаешь Что за один Визит Решит Все твои Вопросы Вот может Решить А может И не решить И действительно Так Получалось Что Я Менял Терапевтов Я там Например Говорил Что с этим Мне не по пути Я хочу Попробовать Другого И так далее Расходы Есть Постоянно И это Как бы Стоит Закладывать В свой Бюджет И понимать Что такую сумму В месяц Ты готов Потратить На эти все дела То есть Условно говоря Там Даже в Калининграде Где я нахожусь Есть терапевты Ну там Разных стоимостей От тысячи рублей Условно Может даже Дешевле До максимум Я знаю По-моему Сейчас 8 тысяч У кого-то За сеанс Есть Да И если ты ходишь Раз в неделю То 8 на 4 32 тысячи И как бы Говоришь там Что 10 процентов Ну тогда твой доход Где-то в районе 320 тысяч В месяц Должен быть Это уже Такой хороший Средний класс Это же по меркам Москвы Хорошая зарплата Столицы Да Не говоря уж О таком провинциальном Городе Как Калининград Вот Поэтому Надо это все считать Надо смотреть И то что терапия Получается достаточно Долгосрочной И долгосрочной Инвестицией Это я могу подтвердить На своем личном опыте Да Да Это работа В долгую И По поводу цен Еще я хочу сказать То есть Ты озвучил Вот Какие цены В Калининграде В принципе Средняя стоимость На данный момент На Август 22 года Где-то У нас Такой Разбег Это От Двух До До Четырех с половиной Пяти Может быть В регионах Да Это Разбег В среднем Ну допустим 3000 мы берем Специалист берет Есть как больше Дороже Так и Меньше стоимость В Москве Ну наверное Можно на два Множить Все это Все эти показатели И Если Если допустим У вас Финансы Не позволяют Обратиться К Даже Ну например У вас есть Вы поняли Что у вас есть 500 рублей Вот на одну встречу И такие Ну я не пойду Типа Что у меня 500 рублей Что там за 500 рублей Вообще может быть Я скажу Что Очень даже Может быть То есть Полно Начинающих Психологов Психотерапевтов Кто-то учится Еще кому-то Нужно часы Там Нарабатывать Для практики Вот Они могут Вас принимать Вот по таким Ну Не то чтобы Заниженным Но Комфортным Для вас Ценам Вот Можете посмотреть В ту сторону Не надо обесценивать Что Ежели недорого То И значит Это плохо А если Вот Супердорого Значит Хорошо Такого нет Корреляции Прямой Не существует В этом Все Цена Определяется Она Скажем так Ну Востребованностью Загруженностью Специалиста Да Если я понимаю Что у меня Сейчас просто Там Поток Бешеный Людей И Как-то Я Мне надо Регулировать Это все Я соответственно Начинаю Цену поднимать Или Там Опускать Вообще Ну Скажем так Психотерапевт Работающий В таком Гуманистическом Подходе Да То есть Работа собой Личностью А не Исключительно Техниками Он Ограничен В своей емкости И это примерно Ну Кто как Ну Называет там 50-80 часов Работы С клиентами В месяц Вот Ну Там 100 Кто-то Я слышал Говорит Ну вот Это прямо Потолок 100 То есть Это Ну 5 часов Ну Давайте возьмем 4 часа 4 клиента Если по часу работать 4 человека в день Вот Очень сложно Очень сложно Работать И Хорошо Если у тебя есть Накопление Хорошо Если у тебя есть Финансовая подушка Да Но я прекрасно понимаю Что Текущая Социальная Как бы Ситуация В России Вообще Да Предполагает Очень большое Количество Людей У которых Денег Нет Совсем Но им Нужна Психологическая Помощь И Что Вот В таком Случа Ты можешь Посоветовать Сделать Да Если Человеку Ну Действительно Нужна Нужна Помощь Но у Него Нет Денег Есть Ли Какие Варианты Вот В нашей Текущей Реальности Получить Эту Самую Помощь Да Есть Я На Две Части Разобью Во-первых Отвечу Сразу Если Нет Денег То Ну Прям Если Вопрос Выживания Становится Для Человека Что Поесть Ну Давай Крайняк Голяк Полный Ну Там Скорее Всего У У него Даже Мыслей Скорее Всего Не Возникнет О Психологе Психотерапевте Человек Занят Выживанием Вот Но Ежели Вдруг Кто-то Ему Говорит Что Вот Слушай А тебе Бо Может Помогло И Он Начинает Задумываться В эту Сторону Всегда То есть Я смотрю Люди Ездят На курорты Покупают Себе Шмотки Телефоны Бесконечные Ну Если Про Женщин Говорит Бесконечные Бьюти Процедуры Да И Потом Говорит Слушай У меня Нет денег Ну Нет У меня Денег Я Сходила Ноготочки Себе Сделала Три Тысячи Потратила А Денег У меня Нет Всегда Можно Посмотреть На что Ты Тратишь Деньги И Выделить Было Бо Желание Это Один Момент Второй Если Вот Прям Сели Посмотрели И Понимаете Что У вас Только Например Не Знаю На Гречку Вот Весь Месяц Гречку Консерв Вот Ну Это Уже Хорошо Консерв Хорошо Да Дорого Богато Отказываемся От Консервов И На эти Деньги Идем К Психотерапевту Окей Вот Такая Сложная Ситуация Тогда Есть Куча Бесплатных Бесплатных Проектов Как Государственных Так И Негосударственных Некоммерческих Где Оказывают Людям Психологическую Помощь Можете Ну Элементарно Загуглить Там Свой город Обратиться Даже В поликлиниках Есть Психологи Да Клинические Медицинские Психологи Они Там Есть И На данном Этапе Наверное Это То Что Как-то Вам Может Помочь Наверное Если Выбирать Я бы Обращался Не К Все Таки Сейчас Такая Антиреклама Наверное Будет И Кто-то Из Коллег Меня Послушает И В меня Потом Полетят Тапки И Консервы Которые Не были Съедены За хэти Да Но Я считаю Что Все Что У нас Касается Государственной Системы Оказания Психологической Да и В целом Медицинской Помощи Это История Так себе Почему Потому Что Люди Выгорают Там Специалисты Просто Катастрофически Они Не Замотивированы Работать С людьми Они Загружены Огромным Количеством Какой-то Странной Бумажной Работой Непонятно Кому Нужны Просто Работа Ради Работы Ради Отчета И Нет Ресурса Заниматься Именно То Чем Они Должны Заниматься Работой С людьми Помощью Людям То есть Как В прошлом Кассе Я уже Говорил Что У Психотерапевта Должны Свои Все Базовые Потребности Удовлетворены Быть То есть Он Сытый Выспанный Удовлетворены И Ну Не могут Они Нет Ресурса Помогать Поэтому Ну Можно Обратиться Но я Вот Блин Сколько Я слышал Что люди Обращаются И Встречаются С равнодушием Где-то Даже С агрессией Такой С каким-то Абьюзом Я не побоюсь Этого слова Со стороны Людей Которые Работают В системе Государственной Помощи Психологической Там Там есть Специалисты Достойные Классные Просто Это Вот Очень такая Большая лотерея В целом И Выбирая Я бы Наверное Обратился Либо В некоммерческие Все вот эти фонды То есть Их много Есть Специализированные Там Для Женщин Которые Там Домашнее Насилие Для Бывших Там Военных Каких-то Кто Служил В горячих Точках То есть Ну Надо просто Поискать В конце Концов Ну Можно Сделать Так Обратиться Вот Прийти Самое Простое Там Не умеешь Пользоваться Интернетом Пришел В поликлинику Поговорил Со специалистом И Может быть Он Тебя Уже Куда-то Перенаправит Найдет Он Всякого Информации Лучше Владеет Чем Человек С улицы Вот Можно Поискать Кого-то Студентов Как я Уже Говорил Может Даже Кто-то Бесплатно Согласится Поработать Есть Форумы Вот Тот же Б-17 Упомянутый Выше Можно Там Спросить Там Есть Бесплатные Консультации Я Периодически Провожу Бесплатные Тоже Консультации Так называемые Демо Консультации То есть В печатном виде Это обычно происходит Человек Может Потом Для меня Это Человек Может Посмотреть Мой потенциальный Клиент Как я Работаю А человек Вот В моменте Получить Какую-то Поддержку Помощь Вот такие Вот Дела Понял Хорошо Давай тогда По поводу Стоимости Денег Немножко Поговорили Затронули Давай поговорим По поводу Образования Честно Могу тебе Сказать Что Когда я Смотрю На Профиль Очередного Психолога И выбираю Там написано Закончил Такой-то Университет В таком-то Году Это у кого-нибудь Одного А у другого Например Написано Я закончил Курсы Или там Какой-то Семинар Вот мой Сертификат Смотрите И так далее И я Как человек Который Скажем так Со стороны Только пришел Зашел На всю эту Тусовку И вообще Не понимаю Твой сертификат И твое Обучение В университете Оно равновесное Вообще Это стоит На это Как вот На что Обращать внимание Когда ты Смотришь На образование И вообще Стоит ли Смотреть на Образование Потому что Опять же Я знаю Что есть Такое понятие Как часы Подготовки У психолога Есть Кто-то готовился В онлайне Занимался Там проходил Какие-то курсы Кто-то ходил В университет Топал Там был Постоянно Вот Как в этом Во всем Разобраться Как не запутаться Дай-ка Дай-ка Пару советов Да Тема Очень Объемная И непростая Но мы Не будем Расплываться Мысли Подряд Смотри Вот Онлайн Офлайн Я учился Еще В такую В аналоговую Эпоху И Я Олдовый Да Я Олдовый Я Ездил Там То есть Там Были Периоды Каждую неделю Я летал В Новосибирск Из Нижнего Артовска И не только В Новосибирск В общем Онлайн Офлайн То есть Если человек Учился Офлайн И это Не двухдневный Какой-то Семинар Да То есть Долгосрочная Программа Но хотя бы Год Хотя бы Год Лучше Ну В прошлом выпуске Тоже мы об этом Говорили Хотя бы Два Ну лучше Два Два Четыре Года Вот А офлайн Это говорит О том Что он был Замотивирован На обучение Да То есть Действительно Это Как бы Стремился Получить эти знания Это было не так просто И Это не говорит Конечно Что О его Компетентности Ну хотя бы Замотивированности Онлайн Вот сейчас Я смотрю На то Что происходит На рынке Меня бесконечно Пуляют Таргет Там Всяких Разных Онлайн Курсов По психологии Причем Среди них Есть Довольно Такие Ну достойные Интересные Даже МГУ Что-то проводит Да Там Питерские Всякие Вузы Хорошие Тоже проводят Онлайн Особенно Вот В эпоху Ковида Это все Развилось Но 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 Это такая Вот Стоящая За этим Простота Она ведет К тому Что Люди Не ценят Это образование Которое Они получают И как бы Так Ну типа Посидел Послушал Диплом Получил Вот В общем Выбирая Между Человеком Прошедшим Оффлайн Или онлайн Подготовку Я бы выбрал Оффлайн Все-таки Другое дело Момент Сейчас подумал Об этом Что А в этих В документах Об этом не сказано Как правило Но можно спросить Да В принципе При личном Общении То есть Поинтересоваться У специалиста Где он обучался Каким образом Это все происходило Сколько часов То есть И Если он начинает Как-то Сливаться Гаситься Да То есть Уходить от темы То собственно Это уже красный Такой флажочек Что ну его нафиг Должна быть прозрачность Он Прямо честно Должен вам ответить Что да как Вот Если сравнивать Курсы И Переподготовки И там Повышение квалификации И высшее образование Опять же В прошлом выпуске Говорили об этом В России Высшее образование Довольно-таки Под вопросом Да Ну мы не берем Какие-то топовые Прям вузы Но наверное Смотреть Какой вуз Все-таки он закончил Какой-нибудь там Нижнеурюпинский Политехнический Колледж И вот Факультет Дополнительного образования В сфере психологии Либо это МГУ СПБГУ Там Казанский Уральский Федеральный Там Дальневосточный Ну такие вот У нас есть То есть Открывайте Этот рейтинг Вузов Примерно То есть Там все равно Плюс-минус Вот эта десятка Она держится И там Уже можете Посмотреть Вот Я очень внимательно Слушаю Да Я это Смотри Я правильно сейчас Тебя понимаю Вот в моей голове Сейчас такая картина Начинает формироваться То есть Я вижу Что большей ценностью Будет обладать специалист Который Закончил Достаточно длительное Образование Какого-нибудь Хорошего вуза И если мы С одной стороны Кладем вот такой диплом А с другой стороны Пачку непонятных Сертификатов То вот этот диплом Начинает перевешивать И говорит И мы такие О, вот это вот Это оно Да? И да, и нет Вот Психотерапия Это такая вот штука Очень Сложно Которую сложно Пощупать Такой код Какие-то вы школьские Я все Да, да Мы такие вот Код в мешке Допустим Человек может Закончить Хороший вуз Пройти Долгосрочную Программу Ну Долгосрочная Программа В подготовке В области Психотерапии Она подразумевает Конечно Личную терапию Вот Но Скажем так Только Высшим образованием Не стоит То есть Если сопоставлять Хорошее высшее образование И Вуз Хорошего вуза И Курсы Профпереподготовки Долгосрочные Я бы Наверное Выбрал Курсы Ну История История Из жизни Когда психологу Нужен психолог Я шел Вечером Шел вечером По улице И навстречу Мне идет Какой-то Силуэт Такой Что-то Явно с человеком Нехорошо Вот Я к нему Большой мужчина Метра за два Ростом Широкий Такой Но уже пожилой Видно Я к нему Приближаюсь Он ко мне Обращается Говорит Молодой человек Помогите Пожалуйста Я смотрю У него Одежда Порванная Голова В крови Но при этом Понимаю Что он Он трезвый То есть От него Не пахнет Алкоголем Не знаю Может на него Напали Что-то Случилось Вот Я спрашиваю Что произошло Он говорит Ну вот С женой Поругался Вот Я думаю Мясо В кровь 35 лет Скорая годовщина 35 лет Совместной жизни 35 лет Жили душа В душу Вот А тут Что-то Значит В общем Не буду Детали раскрывать В общем Не поделили Поругались Вот в такое вот Мясо И он Что он решил Он решил Набухаться Классика Российского Мужчины Это гасить Проблемы Алкоголем И вот Он направлялся Как раз В ночной Алкомаркет Хотя у нас Запрещено Это все Но Лазейки Всегда есть Вот Да И в общем Он идет А я Ну вот Как-то Не в моих Ценностях Да Алкоголь Или наркотики Вот То есть Как-то Я пытаюсь Иду с ним Пытаюсь Поговорить Понять Что его Так вот Прям Почему именно Алкоголь Может быть Пытаюсь ему Предложить Какие-то Альтернативы Он говорит Я вот Звинчен Збешен И хочу Таким образом Успокоиться Вот Я ему Начинаю Рассказывать Про дыхательные Какие-то Техники Что Можно так Успокоиться На что Он мне Отвечает Я просто В ступоре Вообще Был Он говорит Слушай Я доктор Психологических Наук Что ты Мне Рассказываешь Отлично Просто Да Я вообще Просто Звезда Что называется В шоке Был То есть Человек С докторской Степенью В психологии Он говорит Я это все знаю Но Он Ученый То есть Он не Практикующий Психолог Психотерапевт У него Ну Насколько я Из разговора Понял У него Нет личной Терапии И И вот Как бы Собственно Вот Да Мы смотрим На сайте Допустим Его анкету Когда ты видишь Что человек Доктор наук Ну как бы Такой Кредит доверия Возникает Довольно сильный А А вот А вот Такие вот Есть Но есть Нюанс Поэтому Возвращаясь Назад Все-таки Личная терапия База И личная терапия Дается Все-таки На курсах Переподготовки Да То есть Какая-то Обучающая Программа В том или ином Направлении Психотерапии В вузах Дают Теорию Немного Практики И Часто Выпускники Вот этих вузов Они потом Выходят И вообще А как работать Я не знаю Что делать Вот сидит Людей боятся То есть Я кстати говоря У меня сейчас Случился такой Микроинсайт Когда я тебя Слушал по поводу Твоего профессора Да Я действительно Понял Что ты говоришь Когда я имею Иду под словом Ученый Ну типа Психологи Это ученые Это просто Люди знания Вот Для меня И так будет понятно И для меня Есть такое четкое Разделение Люди дела И люди знания Да Есть условно говоря Практики Которые Ну набирают Свой личный опыт Да И потом уже Как-то его Соотносят С известным Знанием А есть Такие Знаешь Люди Теоретики Которые сидят Запершись В стенах И они Философствуют Рассуждают Но при этом Мира не видели Скажем так Это просто Разные Способы познания Реальности Я считаю И Как бы Они все имеют Право на существование Вот Но твоя история Она мне очень понравилась Потому что Я сегодня хотел тебя Немножко тролльнуть И сказать Типа А будет ли сегодня Какой-то анекдот от тебя Вот теперь этот троллинг Он снимается Потому что ты рассказал Сегодня очень интересную историю Она мне очень понравилась Да Спасибо Я прям это Чувствовал Что меня ждет Какая-то Засадка Да Хорошо Если мы Вот как бы Вопрос с образованием Ну как-то более-менее Обсудили Да Ну давай поговорим Про еще такой интересный момент Я так понимаю Ты к нему прям подвел Да Что есть такое понятие Как личная терапия И Насколько я понимаю Это чуть ли не Такой серьезный Фундаментальный Вот камень Который лежит В основании Любого крутого психолога Именно наличие Личной терапии Ты об этом В прошлом касте говорил И сейчас об этом Снова говоришь Давай об этом поговорим То есть Еще подробнее Раскроем Да Насколько важно Чтобы у человека Который Вот Является терапевтом Да Психологом Была личная терапия Да Я уже не знаю Что добавить Как бы Это важно То есть Это вот Ты уже сказал Это Камень в основании Всего Почему Ну Ну Потому что Не пролеченный Ну Не протерапевтированный Специалист Да Он Собственно Будет Все свои Какие-то Сложности Личные Вносить В терапию Ну Как бы Блин Не знаю Такая медицинская Может быть Немножко Не совсем корректна Но заражать Да Как бы Клиента Он Не будет Видеть То Что Скажем так Очевидно Но Вот Из-за своих Из-за своих Болей Короче Вот такая Собственная боль Будет Заглушать Его Внимание И Как бы Он будет Не так глубоко В контакте С клиентом Как мог бы быть Я тебя правильно понимаю Что это тот самый случай Когда например Ну я естественно Я не терапевт Не психолог Да Но у меня бывает так Что Мы например С кем-то разговариваем Общаемся И человек рассказывает Мне о какой-то случае Из жизни Но я при этом чувствую Что этот случай Цепляет меня И я все Я поплыл Короче Я начинаю В своих Каких-то вариться Вот переживаниях Человек может О чем-то говорить А ты в каком-то туннеле Находишься Это просто уже Как бы Тебя тоже подцепила Эта история Да И ты как раз Сейчас именно Об этом и говоришь Ну да Это называется Идентификационный перенос Спасибо В теорию уходите А вот Термин супервизия Это Об этом же Да Идет речь Нет Супервизия Это Это другая история Немножко А я еще Такой нюанс Хотел сказать Что Полностью Таких Протерапевтированных Пролеченных Специалистов Их нет То есть Полностью исцелить Вот все Там То есть Быть идеальным Психотерапевтом Невозможно То есть Можно в какой-то степени Большой Приглушить Это все Но так Чтобы это Один раз И навсегда И полностью Такого нет Поэтому В целом В период Ответственный Профессионал Он будет Периодически Возвращаться К личной терапии То есть Это не то Что прям Пожизненно Но Какими-то Такими Заходами Периодическими Это будет Происходить Потому что Мы меняемся Обстоятельства Вокруг меняются Да вот сейчас Вот вся эта история Внешнеполитическая Очень сильно Многих подкосила И Как бы Психотерапевтам Тоже нужна опора Вот Поэтому Ну да Я тоже Сейчас что-то подумал Что Так часто бывает Что Человек Приходит К терапевту Ну К психотерапевту И говорит А вот я смотрю Что происходит По телевизору И меня вот Страшно Страшно Меня колбасит Да Страх неопределенности Предположим А терапевт В этот момент Он точно такой же человек И по сути дела Он буквально вчера Мог об этом дома Сидеть думать Да Вот смотря там Не знаю Телевизор Боже упаси Там Еще что-то Читая в интернете Но тем не менее Ты получается Как терапевт Может сталкиваться Вот с тем Что о чем он вчера думал Ему это прилетает от клиентов Чтобы это вывести Да То есть надо быть Как бы самому в терапии Личной Ну да То есть если ты понимаешь Что ты не справляешься Вот Ну с тем что в твоей жизни Происходит конечно Надо идти В личную терапию Я Причем это знаешь Для меня это было Странно Я как-то вот на том же Б-17 На форуме Встретил Утверждение Прям Ну Назовем вещи своими именами Срач у меня начался С другими Специалистами Там есть закрытый раздел Форума То есть туда могут только Ну как бы Избранные попадать Вот И там прям Срач начался Что люди утверждали Что да Я вот Получил высшее образование Там я Все отучился Какая мне Мне нужна личная терапия И для меня Это настолько дико было И как бы Причем Ну Никакими аргументами Их невозможно было Убедить Что типа Если там Их контраргумент Со мной был Что если Психолог идет сам На личную терапию Значит все Он профнепригоден И я такой What the fuck Алё Ребят Вы что несете Как бы Ну возможно просто Их мясо Еще впереди Ну Которое вот Должно случиться Да Если ты так Слишком сильно В своей коробочке Замкнулся И не готов Работать с собой Но это специалисты Как правило То есть такие Инструментальный Для них характерен подход То есть они Не такие Не личностно ориентированные Не с собой работают А Например гипноз Да Техниками какими-то Вот я даю гипноз Я личностно не вовлекаюсь Никак Человек пришел Рассказал Я ему сказал Не знаю Вдохните Представьте себе Бла-бла-бла И все То есть я Глубокого контакта У меня с этим человеком С клиентом нет Такие вот функционалисты Технари Они кстати могут Большой поток Через себя пропускать Там Ну Не знаю Сколько рабочий день идет Там 8-9-10 человек Да У психиатра Там прием Вообще может Не знаю Например Если Это не первичная встреча Что-то такое Вот Повторный клиент Там вообще может Там нарколог Какой-нибудь 5-10 минут То есть Большой поток Таких клиентов Они не вовлекаются Они могут Да Вот так работать Но В этом нет Глубины Я понимаю О чем ты говоришь Да Смотря что человеку надо Да На каком-то этапе И вот такая вот история Тоже ок Вот Все Короче Как сказал один из моих учителей Нет Правильной Неправильной Психотерапии Есть Та психотерапия Которая происходит Здесь Сейчас Между вами И клиентом Вот Как-то так Хорошо Так Супервизия 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 Да Поговорим об этом Что ты должен Супервизия Супервизия Это такая штука Когда То есть Если дословно так переводить Взгляд Сверху Это когда Психолог Психотерапевт В принципе В любой Помогающий практик Обращается К более Опытному Коллеге Который Прошел Специальную Подготовку Именно В супервизии То есть Он Помогает Разобрать Сложные Случаи На супервизии Разбираются Сложные Случаи Которые Возникают При работе С клиентами Такие Неличностные Может быть В ходе Супервизии Может стать Понятно Что Специалисту Нужно На личную Терапию И решать Этот вопрос На личной Терапии Потому что Не всегда В ходе Самому Можно понять Что Мне нужна Личная Терапия И супервизор Говорит Алло Иди на личку А ну окей Ладно Пошел Вот Сложности В работе Они там Разбираются Там Динамика Что происходит Такая Практический Разбор Да То есть Не в книжках Где-то Почитать А вот прям Конкретный Случай Что у меня Какие затруднения Что с этим Можно сделать Потому что Взгляд со стороны Он всегда Помогает Даже вот Третья позиция Третья позиция Да То же самое В принципе В психотерапии Происходит Такая В том числе Третья позиция Только здесь Эта третья позиция Она относится К рабочим моментам Ну отличный рабочий момент Мне кажется На самом деле Всем нам Обычным людям По-хорошему Нужно уметь Становиться В третью позицию И даже Относительно того Что мы делаем В обычной жизни Это очень крутая Классная практика И об этом Пишут все Ну такие Топовые Книги Ну под таким Тематикам Как личностный рост Бизнес Не знаю Что там Я еще читал Из последнего Но По крайней мере Какие-то там Медитативные практики Тоже вот Очень часто Об этом говорят Третья позиция Это must have Для осознанного человека Да У меня кстати Знаешь Я тебя хотел еще спросить По поводу супервизии У меня был такой случай Вот Интересный твой комментарий Когда мой психолог С которым мы работали Он мне значит Сказал Что он Отключается От Вот этой С супервизии И Выходит Из нее И какое-то время Он там не будет То есть он мне об этом сказал Но я не обладал Достаточно информацией Я не мог Как бы это воспринять Ну там Хорошо Это плохо Или Вот как Как мне Как клиенту С этим Относиться С этой информацией Как ты считаешь Да Я не очень понимаю Зачем он тебе это сказал А он говорил Что он в супервизии Да Да Ну Нюанс какой Вот такой Этический То есть Если Ну в разных школах Там по-разному В направлениях Может быть Но в целом Как бы считается Ок Когда Специалист Решаясь Обратиться к супервизору С супервизору С тем или иным Случаем Да Вот Например У него возникли Сложности с тобой В работе И он тебе говорит Слушай Я что-то короче Туплю Как ты смотришь На то Чтобы я Обратился к супервизору И мы вот Как бы Ну Поработали Над твоим случаем И наша работа Будет эффективна Да То есть Спросить у тебя Согласие Вот Ты можешь отказать И Ну тогда Он вроде как Ну Не должен Твой случай Разбирать Вот Ну То есть Считается Таким Хорошим тоном Уведомить Клиент о том Что его случай Будет разбираться На Супервизии Понял Вот А прекращение Супервизии Ну Блин Я даже не знаю То есть Мне непонятно У меня появилась Гипотеза Почему так могло Произойти На самом деле Возможно Это бы Просто был Наш случай Возможно Как-то Не особо Не двигался Да И Его по-хорошему Стоило прорабатывать На супервизии И Ну Так как Этой возможности Не было Возможно Возможно Это и было Как бы Уведомление о том Что ну Как бы Не получится Более глубоко С этим поработать Как некое Предупреждение Возможно Ну Если так То это Окей Да Это прям Хорошо Хорошо Смотри Мы сегодня с тобой Достаточно много Наговорили Да Я предлагаю Сейчас поставить Такое Троеточие Да Чтобы продолжить Спустя какое-то время В следующем касте Вот эту тему Да Ну вот Я думаю Что на сегодня Нам информации Достаточно Конечно Да Окей Так Ну Какой-то Самаре Да Подвести Давай Подведем Самаре Да То есть Мы сегодня Обсудили Такие моменты Когда Как понять Что вам надо К психологу К психотерапевту Да Вроде Обсудили Такие Специализации Как психолог Психиатр Психотерапевт Коуч Фасилитатор Ох уж это слово И практик Да И в чем разница Между этим людьми И в общем-то Ну посоветовали Начать просто С обычного психолога А также Затронули Первичные критерии Отбора Мы поговорили Про стоимость Деньги Про образование И наличие личной терапии А также супервизии Вот В следующем нашем выпуске Мы продолжим говорить И поговорим о таких вещах Как модальности Направления В котором работает Психолог И психотерапевт И профильный специалист А также поговорим Про отзыв И этичность этих отзывов В интернете Стоит ли им доверять Вот Расскажем Где искать Хороших специалистов Затронем вопросы Кстати По поводу профессиональной этики Это тоже очень интересный вопрос Ну и расскажем о том Сколько времени Вам потребуется На то Чтобы решить Ваши Какие-то ситуации И задачи Денис Может быть ты все-таки Анекдотик напоследок Шлифанешь Анекдотик Я могу рассказать Если что Давай ты Что-то я как-то так Вот сходу Специально У меня сложно Я только вот В контексте могу Рассказывать Я недавно прочитал Такой совершенно короткий Хохму такую По поводу того Что Психолог На нашей встрече Говорил мне Весь час Что Я никому ничего не должен А когда сессия закончилась Я должен ему 8 тысяч рублей Да-да-да-да Я слышал такое Спасибо вам Что вы слушали нас Это был Второй выпуск Подкаста Фрейд бы одобрил В эфире был Акатов Денис Из Низневартовска Психолог Телесно ориентированный Трансперсональный Психотерапевт Идущий Психологических тренингов Игру с 2015 года И Дмитрий Пелин Ведущий И пациент-эксперт Если бы он в такой роли был И продолжу им быть Спасибо, что слушали Подписывайтесь на наши Социальные сети Ставьте лайки Делитесь с друзьями Вступайте в наши группы Денис, тебе слово Развешай Да, спасибо за эту беседу Было очень так интересно Продуктивно Надеюсь, интересно И полезно будет Также для наших слушателей В общем Предлагаю не тянуть То есть в самом начале О чем я говорил Что если считаете Что вам нужна помощь Обращаться за помощью Это не страшно И не стыдно Вот В общем всем Здоровья Психологического Физического И всякого другого Пока Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok